Всем привет! Сегодня я хочу поговорить с вами об одном из самых незаслуженно неоцененных брендов на YouTube. Я не знаю почему, но у меня складывается впечатление, что никто не говорит об этом бренде, никто не делает обзоры на этот бренд или новинки этого бренда. Но чем больше я с ним знакомлюсь и чем больше я закапываюсь внутрь продукции, внутрь разных линейк этого бренда, тем больше я понимаю, что тут просто бриллиант на бриллианте, находка за находкой и еще все это по адекватным ценам. В общем-то поговорим мы сегодня с вами о бренде Art Deco. Я достаточно много чего набрала, это, кстати, даже далеко не все. И в сегодняшнем макияже я, естественно, все это буду демонстрировать на себе. И на этом я предлагаю как раз-таки к этой части перейти. Как видите, глаза у меня готовы, и я хочу начать с того, что я уже использовала в макияже. И первое, что я вам покажу, это карандаш от Art Deco, который называется Каял Лайнер 04. Это темно-коричневый карандаш. Когда я его заказывала, я не знала, чего ждать, но исходя из названия Каял, мне почему-то показалось, что этот карандаш должен быть очень мягким, и он должен легко растушевываться. Когда по факту это абсолютно противоположные характеристики. В общем-то, карандаш этот достаточно жесткий, и когда его наносишь на века, то получается такой вот сразу немножко пудровый, слегка растушеванный эффект. Мне такой формат нравится в одном единственном случае, это когда я во внешних уголках делаю такие, как мягкие растушеванные стрелки карандашом, когда мне не нужна четкая стрелка, как от жидкой подводки, а когда нужно что-то такое, вот как сегодня. И цвет у этого карандаша очень удачный, я считаю, это красивый темно-коричневый карандаш. Ни разу он не рыжий, не какой-то противный, а именно то, что нужно, особенно круто сочетается с какими-то теплыми макияжами. Стойкость на веки у него тоже отличная, ничего с ним не происходит. Я также пробовала его использовать на слизистой, на слизистой, ну, очень посредственно держится, достаточно быстро с нее убегает. Следом, перед тем, как оформлять нижнее веко, я воспользовалась консилером от Art Deco, который называется Longwear Concealer Waterproof. Здесь указано, что встроенный аппликатор Flock обеспечивает простое нанесение легкой текстуры водостойкого консилера, оптимально скрывая темные круги под глазами, линии и морщинки для натурального завершения макияжа. Хорошая переносимость кожи подтверждена дерматологическим контролем, без парабенов. Я себе, кстати, взяла оттенок номер 4 Soft Ivory. Оттенок очень даже мне подходящий, красивый светлый оттенок. Достаточно много здесь его тоже по объему, 7 мл. Возможно, он не станет моим фаворитом, потому что, вы знаете, я люблю те же консилеры Кулер Карамель, я люблю консилер Сислый, но я даже не буду пытаться их сравнивать, потому что это совершенно разная ценовая категория, и нет смысла сравнивать консилер за 8 долларов и за 100 долларов. Ну, очевидно, как бы за 100 долларов мы ожидаем гораздо большего. Но что касается вот этого консилера, меня действительно поразила его стоимость за это качество. Это реально неплохой консилер, и я специально порылась в своем ящике, в своей коллекции косметики, чтобы посмотреть, что еще есть у меня приблизительно в ту же ценовую категорию, чтобы сравнить именно вот так вот. И я поняла, что, наверное, в этой ценовой категории это самый лучший консилер, который у меня есть. Мне он чем-то напомнил консилер от Clinique Line Smoothie Concealer. Он достаточно жидкий по своей текстуре, то есть действительно очень легкий. Такое впечатление, что вы наносите какой-то флюид под глаза. Красиво растушевывается. У него достаточно тоже хорошее покрытие. С моими проблемами под глазами, мне кажется, он справляется на ура. Если у вас более темные круги под глазами, возможно, он не справится полностью, либо его нужно будет наслаивать. Также я его обязательно закрепляю сверху пудрой, потому что без пудры он заваливается в морщины. Ну, как и 99% абсолютно всех жидких консилеров. С пудрой на протяжении дня держится отлично. Единственный минус, который я могу отметить, это то, что он слегка, может быть, подсушивает зону под глазами, слегка подчеркивает морщины под глазами. Но опять-таки за эту стоимость, я повторюсь, это, наверное, лучший консилер, который есть у меня в коллекции. За эти же деньги можно купить что-то у Makeup Revolution, L'Oreal, Maybelline, вот какие-то такие вот бренды. И мне вот не встречались в этих брендах лучшие формулы, чем вот этот вот консилер. И последнее, что я использовала в сегодняшнем макияже глаз, это тушь от Art Deco, который называется Perfect Volume Mascara. Что касается ее свойств, то у нее щеточка вот такая вот овальная, из натурального ворса. И вот к щеточке, наверное, у меня основная претензия, мне не нравится ей пользоваться, но это мое личное предпочтение. Неудобно мне пользоваться такого рода щеточкой, потому что глаза маленькие, и когда я пытаюсь вот кончиком залезть куда-то, например, во внешний уголок глаза, то при этом вот эта более пухлая часть посередине, она пачкает мне века, и вот всегда вот здесь у меня остаются точки черные, которые мне потом нужно подтирать. Но помимо этого, мне еще и не очень нравится ее формула, потому что это одна из самых жидких тушей, наверное, которые есть у меня вообще в коллекции. Она действительно очень мокрая, и из-за того, что она такая мокрая, ее нужно очень долго наслаивать. То есть сделал один слой, подождал, пока это все подсохнет, и только тогда можно наносить уже второй слой, там третий, двадцать третий и так далее. Потому что если вот так базюкать по-мокрому, она не наслаивается. И такое впечатление, что ваши ресницы просто намокли и стали более черными, но при этом они не стали ни длиннее, ни объемнее. И может быть, как вариант, мне нужно дать ей подсохнуть пару недель, и тогда она немножко загустеет, станет получше. Но все равно это не что-то такое, что я в первую очередь советовала бы покупать у Art Deco. А теперь мы переходим к макияжу лица. И я взяла новую тональную основу на пробу. Эта тональная основа называется High Performance Lifting Foundation. То есть это лифтинговая тональная основа. Но перед тем, как мы начнем ее с вами наносить, и я начну ее комментировать, я хочу напомнить о вот этой прекрасной штуке, которая называется Perfect Taint Foundation. Потрясающая тональная основа. Это для меня не новинка, она уже находится в моей коллекции. И я считаю, это одна из лучших тональных основ для комбинированной, для более жирной кожи. Особенно если вам нужно сгладить текстуру лица. Она очень хорошо заполняет поры, она очень хорошо держится. У нее замечательный вот этот 16-й оттенок. Светлый такой, нейтральный. На эту тональную основу у меня есть отдельный обзор под буквочкой А, и я вам его оставлю. И также последнее, что упомяну, это практически на 99% идентичный состав с тональной основой Fenty Beauty. То есть не то, что они там чем-то похожи, действительно список ингредиентов на 99% совпадает. Я здесь не шучу, посмотрите этот обзор. В общем-то, действительно вот это, я считаю, одно из самых крутых находок внутри этого бренда, потому что реально классная тональная основа. А теперь давайте немножко больше поговорим о лифтинговой. Здесь они пишут, что это стойкий увлажняющий тональный крем с лифтинг-эффектом и золотыми частичками. Благодаря инновационной формуле кожа окажется более гладкой и упругой. Морщинки сглаживаются, содержат УФ-фильтры и витамин Е. У этой тональной основы, как мне кажется, очень красивая упаковка. Это такое матовое стекло, тоже с помпой она идет. Оттенок я себе взяла Neutral 15 Reflecting Vanilla. И вот с оттеночком, к сожалению, я немного не угадала, потому что этот оттенок для меня темноват. Но в линейке есть и три оттенка светлее, чем этот. И также есть несколько оттенков, которые темнее, чем этот. У этой тональной основы достаточно плотная текстура. Как видите, она абсолютно не стекает. И, наверное, предыстории с вас хватит, поэтому давайте я ее начну наносить и параллельно буду комментировать тоже. Эта тональная основа имеет достаточно неплохое покрытие. Я бы сказала, что такое хорошее среднее. Легко растушевывается, красиво ложится на кожу тоже. И вы знаете, я заметила, что большинство лифтинг тональных основ, которые именно называются лифтинг, они не очень-то и тоненькие по своей текстуре. То есть они скорее такие достаточно плотные. И вот мне в голову приходит, например, тот же PS лифтинг. Он тоже, как и эта тональная основа, достаточно плотный по своей текстуре, достаточно перекрывающий. Тоже такой как бы сияющий финиш. Но в то же время не перебор. Это не что-то такое, знаете, как будто вы с хайлайтером смешали тональную основу. То есть все в таких разумных пределах. И мне кажется, что для лифтинг макияжа это как раз идеальный баланс. Потому что если слишком все тоже светится, это может подчеркивать дополнительно морщины, а не сглаживать их. И также заваливаться в поры. И в этих порах потом отражать свет, за счет чего поры тоже будут выглядеть гораздо больше, чем они есть на самом деле. Здесь хочу сразу объяснить. Лифтинг тональной основы не означает, что у вас реально там, я не знаю, кожа подтянется. И если у вас, например, поплыл овал лица, то естественно все не потянется кверху. Просто за счет вот этого финиша, который натуральный с долей свечения, в целом лицо начинает выглядеть более ухоженно и немножко моложе. Ну вот, я нанесла этот тон на лицо и мне очень нравится результат. Самый главный совет с этой тональной основой не перебарщивайте. Потому что если вы ее наляпаете толстым слоем, то это будет выглядеть некрасиво. Она с тонкого слоя, хорошо перекрывает. И если на лице именно тонкий слой, то он красиво втушевывается в кожу и при этом не выглядит маской на лице. Это не та тональная основа, которая прям совсем незаметная, которая прям растворяется на лице, как будто ничего вы не нанесли. Но при этом, как я уже сказала, не противная, то есть нет ощущения пирога слоеного. Так же, как ее плюс, я могу отметить, что она не сушит мне кожу. То есть ощущения с ней очень комфортные, хоть и не увлажняющие. То есть не такое впечатление, как будто питательный крем, а скорее как что-то пудровое она ощущается на лице. Я слегка ощущаю ее присутствие, но при этом нет такого противного ощущения, как будто все пересушено. И хочется побыстрее ее содрать с лица. На протяжении дня она себя очень прилично ведет. У меня к ней особо каких-то претензий по поводу стойкости нет. На мне, на моей нормальной коже, склонной к сухости, она держится очень прилично. В конце дня видно, конечно, признаки того, что я поносила ее все-таки несколько часов. Где-то она слегка разрушается, где-то слегка может выглядеть более блестящей. Но при этом ничего сверхъестественного, то есть она не распадается, она не заваливается как-то катастрофически в морщины, не слазит кусками, ничего такого. Единственное, кому бы я не советовала, наверное, этот тон, это тем, у кого поистине сухая кожа, морщинистая и у кого есть шелушение на лице. Вот если у вас какая-то комбинация из вот этого, то вряд ли вам понравится, как выглядит этот тон на лице. Ну а сейчас давайте переходить к бровям. У меня есть вот такой вот карандаш от Ardeco, который называется Eyebrow Pencil. Оттенок я взяла номер 3. Насколько я понимаю, это один из самых бюджетных карандашей у марки Ardeco. И изначально, когда я так на него посмотрела, у меня возникли сомнения, что этот карандаш неплохо может смотреться в бровях. Но вы знаете, опять-таки, за эту стоимость, это, наверное, один из самых неплохих карандашей. Да, это обычный карандаш в дереве, он достаточно жесткий, но при этом он мягко наносится в брови, достаточно симпатично выглядит. Оттенок этот тоже очень удачный, как мне кажется. Идеально подойдет он, наверное, для темно-русых, ну вот такой типаж, типа как у меня. Единственное, чего здесь реально не хватает, так это щеточки с обратной стороны. Обязательно нужно тогда будет иметь что-то вот такое. А дублировать этот карандаш я буду своим фаворитом. И это гель для бровей от Ardeco, который называется Brow Filler. Если вы не впервые на моем канале, то вы знаете, что я очень люблю этот гель, потому что он очень классно потрошит брови. То есть это не тот продукт, который нужно использовать, когда вы хотите прилезать брови. Или когда у вас непослушные брови, и вам нужно их вот так вот прям волосок к волоску уложить. Нет, это тот продукт, который делает именно вот такие вот пушистые брови. И у него в составе есть еще ворс, который еще и добавляет к этому эффекту. И последнее, чем я воспользовалась для завершения макияжа, это фиксирующим спреем, который называется 3-in-1 Makeup Fixing Spray. И вот здесь, откровенно говоря, обидненько, потому что мне очень нравится эффект от этого спрея. И то, как он выглядит, тоже упаковка у него очень хорошая. Распылитель у него тоже достаточно приятный. Он достаточно мощный, но при этом не плюющийся. И, как я и сказала, мне нравится эффект, который он добавляет на лицо, потому что в целом макияж выглядит гораздо менее запудренным после его применения. И также он добавляет вот это красивое освещение, которое вы сейчас на мне видите, потому что тон сам по себе немножко больше делает натуральный финиш, нежели вот такой вот светящийся, как сейчас. Но угадайте, какая моя главная претензия к этому спрею. Опять-таки, если вы не впервые на моем канале, вы наверняка уже догадываетесь. Да, в этом спрее есть денатурированный спирт. Причем он там не просто есть, он на третьем месте в составе, то есть его достаточно высокая концентрация здесь. Но если вы на спирт не обращаете внимания и для вас важен результат, то результат с этим спреем хороший. Действительно красивый эффект на лице он делает. А у меня на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, конечно же, поставьте ему палец вверх. Это помогает развитию моего канала, поэтому не игнорируйте этот шаг. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть и другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, можете сейчас посмотреть. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!